В Твере сотрудники автоинспекции продолжают ловить на улицах города не только автомобилистов, которые игнорируют пешеходные переходы, но и граждан, переходящих проезжую часть там, где нельзя и опасно. Съемочная группа нашего телеканала выехала в рейд с сотрудниками ГИБДД и выяснила, почему водители и пешеходы игнорируют зебру и чем это чревато. Пешеходный переход – место, где водитель должен включать внимательность на максимум уступления перед ним, черта, которая позволяет соблюсти безопасную дистанцию до пешеходов. Однако часто водители пренебрегают этой мерой и тормозят уже за пределами разметки. Я дернулся просто вперед. Извините, пожалуйста. А часто такое бывает? Нет, нет, конечно. Просто торопимся сейчас. Мы светофор не проехали, чисто линию маленько переехали. Не успел снизить скорость, задумался. По разным причинам нога водителя не оказывается вовремя на педали тормоза. Заезд за стоп-линию обойдется нарушителем в лучшем случае 800 рублей, в худшем возмещении ущерба или лишением свободы. Однако статистику смертности и травматизма на дорогах определяют не только автомобилисты. Наезды связаны, как правило, с взаимной невнимательностью. Также, как согласно правилам дорожного движения, как пешеход должен убедиться в безопасности при выходе на проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также и водительский состав должен при подъезде к пешеходному переходу соблюдать дополнительные меры внимательности и в случае необходимости снижать скорость. Улица Республиканская, семья, папа-мама в положении и ребенок дошкольного возраста шествуют через проезжую часть не там, где положено. На возражение инспекторов у главы семейства есть, как ему кажется, железный аргумент. Переходите дорогу по ребенку, пешеходный переход стоит в дорогу, вы идете по этой, правильно? Светофор сделан так, что загорается красный всем машинам, все машины стоят. Уверен? И загорается, да, уверен, загорается зеленый всем пешеходам сразу, разово. Зачастую именно неудачный пример родителей становится причиной того, что ребенок оказывается под колесами автомобиля. Автоинспекторы говорят, перебегающими оживленный проспект замечены и сами взрослые, на которых равняются подрастающие поколения. За некоторыми такими отчаянными гражданами даже инспекторам приходится побегать. Перейти дорогу в неположенном месте будет стоить экстремалом 500 рублей. Как правило, встреча с капотом автомобиля происходит напротив магазинов, куда граждане так торопятся, что не находят времени дойти до зебры. Чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов, автоинспекция планирует ставить больше пешеходных ограждений на тротуар и оборудовать переходы светофорами. В этом году планируется устанавливать на проблемных пешеходных переходах новые светофорные объекты вызывного типа, которые будут уже разделять транспортный поток с пешеходным. И также закупается дополнительное количество пешеходных направляющих ограждений порядка трех километров. Согласно статистике, за 8 месяцев этого года на пешеходных переходах Тверской области произошло 73 дорожно-транспортных происшествия. Более 70 человек получили травму, а 7 погибло. Всего же, в том числе по вине пешеходов, в 2020 году на дорогах региона с участием пешеходов случилось 88 аварий, в которых 19 человек погибло и 69 пострадало. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, что переходить проезжую часть вне зебры, особенно в темное время суток, опасно для жизни. В частности, призывают родителей провести профилактические беседы с детьми и помнить про светоотражатели на одежде.